Всем привет! Сейчас я тут немножечко свет настрою, чтобы было видно хорошо и прям в глаза мне не светило, прям так навязчиво. Всем добрый вечер! Сегодня у нас прямой эфир, первый в ряде, который будет повторяться каждый день, вернее не повторяться будут эти новые каждый день. Вот у нас Олег отправил участие. Сегодня у нас будет совместный эфир с Олегом Дворкиным, который проживает в Нью-Йорке. Всем привет! Как раз рассказываю, о чем будет у нас прямой эфир. Привет, Заре! Привет, гости! Здравствуйте! Хочу затронуть такую тему. Мы сейчас живем в этот период, когда все говорят о коронавирусе, когда все страны у нас такое ощущение, что просто закрылись, границы закрылись. Во многих очень странах вообще чрезвычайное положение введено. И я знаю, что по всему миру просто идет какой-то хаос уже. Вот это тут со страхом души люди многие живут. Хочется мне поговорить с людьми с разных стран мира. Хочется поспрашивать, как происходит вся эта ситуация, как развивается у них. Что, привет, дядючка! Что у них, как они переживают это все? Страшно, не страшно? Такие перспективы на дальнейшее есть, и люди о чем думают? Вот, хотела об этом именно поговорить. Пригласилась сегодня Олега Дворкина, это предприниматель. Да, вот я знаю, что, Олег, у тебя свой бизнес. Привет! Да, да. Привет, привет! Я скажу немножечко о себе, потому что мои гости тебя не знают. О себе, кто ты, что ты, чем занимаешься? У меня небольшой бизнес, Лариса. Ну, сейчас все, пока что закрыто. Непонятно, насколько. Закрыл, да. Закрыл, да. Потому что у нас дают штрафы за это. Это не очень хорошо. Вот. Небольшой, небольшой, да, который давал, конечно, доход. Ну, сейчас дохода нет. Конечно, сидим дома. А что, у вас просто пришло такое указание закрывать мелкие бизнесы или что? Что произошло? Ну, почему нет в бизнесе, кроме таких, как аптек, банки, которые проводят интернет? Вот такое. И самое интересное, что ликерные магазины тоже работают. Ликерно-водочные, да? Вот это самое смешное, что это, оказывается, это нужный бизнес. И можно, да? И можно. И можно. Мы это говорим, что у меня с ума не совсем не слышала. Вот. Ну, сидим дома. Сегодня четвертый день. У нас карантина. Вот сидим дома. Когда продлится. Надеюсь, что еще на следующей неделе он закончится. Наш президент обещал нам 12 апреля, это будет католическая Пасха, Америку открыть. Ну, дай Бог. Будем надеяться. Будем надеяться. А какие-то налоговые вводы за этот период вам введены? Может быть, там, не знаю, послаблений в налогах? Да. Значит, послаблений, в общем-то, много. Значит, первое, я только что сейчас слышал. Во-первых, ипотека. Пока она 30 дней откладывается. Можно не оплатить. А вот с кредитными карточками, не знаю, пока ничего не слышал. Ипотека и аренда. Аренда людей, у кого есть аренда. Значит, бизнесы, квартиры тоже на 30 дней отложено, да? Это если они государство арендовали или даже если они у фичатных лиц? Не важно. Не важно. Пока это разговоры, но я думаю, что это притворится в дело, там, и все это решится в скором времени. Просто пока что все равно никто ничего не платит, потому что никого-никого нет. Все сидят дома, некому платить. Вот. Значит, Конгресс обещал каждому жителю Соединенных Штатов 1200 долларов. Я не думаю, что это большие деньги, но они увеличивают. Было сначала 1000, сейчас 1200. Сколько, я не помню, 2 триллиона выделили на помощь жителям страны. Вот так вот. Значит, какие еще есть? Интересная новость. Я сейчас только по телевизору слушал. Во-первых, есть на метро дают специальные карточки для людей, бесплатные, которые люди работают в это время. Ну, это медицинские работники, это, значит, продовольственные магазины, банки и так далее. Это бесплатно на 30 дней, по-моему, дается, да. А автобусы, ну, локальные такие автобусы, которые недалеко, там, через город, другой город, бесплатные сейчас тоже. Правда, экспрессов нет, но такие автобусы бесплатные. Даже такие компании, как, есть такие компании велосипедные, которые сдают велосипеды в аренду, мотопеды, да, такие вот есть. Они дали 30 дней людям, которые работают, бесплатные членства. Вот у них. Вот такие у нас пока что-то еще, ну, я вспомнил еще, расскажу, но, по-моему, я все сказал насчет Бенедея. У этой паники у людей нет никакой? Воспринимается это абсолютно спокойно или как? Или волнение какие-то? Да нет, никаких волнений нет. Я знаю, что многие паникуют, что завезли в Манхэттен, пришла воинская гвардия, национальная гвардия. Ну, это на всякий случай, чтобы не было беспорядок. Ну, понятно, да. А вообще много заболевших? Just a minute. Hi, Michelle, I'm sorry we are talking in Russian. Next time I will speak with you. Да, I'm sorry. Что ты говоришь? А заболевших много в городе? Ты знаешь, немножко увеличивается, да, 2000. Значит, за 300 человек за прошлый день. А сколько вообще численность в Нью-Йорке жителей? Порядка 8 миллионов. 8 миллионов. Ну, как Петербург практически. Да, практически, да. Москва на рабочий немножко. Москва больше, там больше 12, да. Ну, примерно, да. Ну, я не знаю, они могут быть считается. Тут окрестности есть разные всякие. Ну, в Нью-Йорке, в самом городе Нью-Йорке где-то так. Насколько... Ну, может быть, ваши... Скажи, пожалуйста, ты вот как вообще настроен, да, вот вообще к каким-то потерям, допустим, да, потому что кризис – это всё равно потеря. Это... Многие бизнесы будут вообще закрываться, насколько вот я так понимаю, да. Это же кризис идёт экономический, и он ещё будет развиваться и расти. Как вообще вот ты по своему характеру относишься к потерям каким-то в жизни? Или зацениваешься на них, или ты ищешь какие-то выходы, да, из этой ситуации, чтобы, ну, выровняться, как-то выйти из неё? А, ты понимаешь, я особо не... Ну, как, печально всё это, ну, я оптимист в натуре, да, в натуре. Я считаю, что когда это всё, дай Бог, закончится, чем скорее, тем лучше, что в моём бизнесе, потому что он нужен людям, я не буду говорить, не важно какой, в моём бизнесе, я думаю, что все придут, которые не приходили две недели, сколько там будет карантин, три недели, они вернутся. Они вернутся, потому что всё равно им нужна помощь, всё равно им нужна моя профессиональная поддержка, так сказать, и моя работа. Вот, поэтому я считаю, что они все вернутся. Я надеюсь, что будет у меня очень много людей, и как бы это мне было тоже не тяжелее, даже, знаешь, потому что все сразу придут. Заказов будет много, я должен как-то всё это... Я прямо за это держу руки, дай Бог, чтобы так и было, много заказов. Всё будет, потому что люди же никуда не денутся, всё равно, что людям нужны услуги, людям нужна помощь, по моей части, по другой части. Я считаю, что там, может быть, некоторые бизнесы закроются, но я не думаю, что так много. Те бизнесы закроются, наверное, которые уже на плаву были не очень хорошо, и до этого, до карантина, до вот этого вот, что-то с нами случилось. Я считаю, что те, которые хорошо стояли, они будут продолжаться. Ну, какой-то... Полки пустые, а то показывают иногда у нас в видео, да, что всё сметается с пола, полки пустые, через гречки нет. Уже всё есть. Кстати, о гречке. Я никак не мог понять, почему люди берут гречку, раскупают. Почему? Почему? Оказывается, там много металла, там, цинк или что-то такое, что способствует иммунитету. Поэтому я даже этого никогда не знал, не догадывался. Поэтому так. Вот. Кстати, имбирь очень хорошо, чтобы имбирь употреблять, пищу. Ну, да, я очень люблю гречку. Да, это очень. Да, я гречку, гречку я нашёл до карантина. Вернее, я в одном магазине нашёл, в русском, да, а не только в русском. Уже тяжело в Америке с гречкой. Да, в Америке с гречкой. Ну, это в больших американских, а в русских магазинах она есть постоянно. В одном магазине я нашёл, нашёл в другом магазине, ничего страшного. Бумага есть, туалетная, это тоже удивительно. Я вас понимаю, что вы покупаете такие вот вошедшие образы. Всё есть, всё есть. Единственное, что в некоторых магазинах не хотят, чтобы много людей сразу заходило. Перед магазинами стоят очереди, запускают там определённое количество, 5-10 человек, чтобы не толкались вместе. В следующем очереди, это же всё равно столпотворение людей, люди рядышком. Ну, стоят друг от друга, помимо магазина, чтобы не было людей много в самом магазине. Вот это есть, да, в больших, в основном американских. Поэтому люди стоят. Как у вас, кстати, в России? Это у меня всё не очень хорошо, что у вас увеличилось. Прошла отметка в тысячу заболевших, это такая критическая отметка. Ну, у нас по Санкт-Петербургу, вот я смотрела, два дня назад было больше 300 человек. В Боткинской больнице вроде как пока пишут, что всего хватает, и аппаратов искусственного дыхания, и всего пока достаточно. Но я вот прямо такой паники не вижу. Хотя у нас тоже закрываются многие предприятия, людей переводят на дистанционную работу. У меня, например, дочку, да, она уже неделю работает дома, вот с понедельника. Сегодня разговаривала с приятельницей, она работает в школе, они сегодня отработали последний день и тоже будут теперь дома. Ну, они сейчас просто в школе-то каникулы сделали, да, длинные. У нас дети вот неделю уже не учились, и каникулы продлили им на три недели пока. Поговаривают о том, что будет образование, опять же, онлайн для детей, да, будут даваться, вот сейчас же электронные дневники у нас введены уже несколько лет, и будут просто даваться домашние задания, чтобы дети делали, и потом каким-то образом это все будет проверяться. Но пока неизвестно, как дети дома сидят. Ну, пока что у нас так же. Но у нас есть, но у нас уже дети обучаются онлайн. Вот, сейчас я слышал в новостях, что школы пока что до 20 апреля закрыты. Но я думаю, что они мне в этом году уже будут следующие. Они начнут учиться, да? Начнут, да. Ну, с одной стороны, конечно, хорошо детям. Детям-то очень хорошо, особенно тем, кто не ввести. А родителям не очень. А родителям не очень. А родителям не очень. Я им морочил. Вот, ну, занимаются пока онлайн. Как это происходит, я не очень понимаю, но не важно. Вот. Вот, а насчет вентиляционных, у нас не хватает, да, вот этих вентиляционных... Как это? Для дыхания. Для дыхания. Ну, должны поставить, у нас в Нью-Йорк должны поставить 2500, вот только днями. Вот. А открыто, значит, расширяет будет. Наш мэр сказал, каждый день мэр, губернатор и Трамп каждый день на телевизор. А, значит, сегодня я сейчас слышал, что мэр сказал, что к маю, к первому маю должно быть увеличиться в три раза койко-место, так сказать, в госпиталях. Ну, на всякий случай, конечно, это плохо. Вот, стоит, у нас тут стоит корабль «Красный крест», который стоит, на всякий случай, для тех больных, которые не заражены вирусом. То есть, ну, по-разному. Потом, кстати, хорошая новость, вчера я слышал, что карнавал «Круизная линия» предлагает свои корабли в помощь, как детальные места. Да, кстати, Трамп сказал, что он будет субсидировать и помогать всем круизным линиям. Это вчера я слышал. Ну, слышно, здорово. Ну, нам-то это выгодно, потому что у нас еще, да, бизнес круизный, поэтому у нас, конечно, это нормально. Ну, а все будет нам, кстати, вчера, когда вчера, ну, пару дней назад, моя партнера поставила, ну, наш партнер, просто она в Вашингтоне живет, поставила пост о «Я жду корабли, я не могу дождаться уже вот наши любимые кораблики». И вот я говорю о чем, что некоторые люди очень негативно возникли, так нельзя негативно, нельзя не смотреть в будущее, нельзя отрубать все, что это конец света. Конечно, нет. Да, нет. Одна написала, послушай, что у Вас первое время чумы, какие корабли, какие отпуска, какие лайнеры, о чем Вы говорите, тут мировой кризис. Да, но он же когда-то закончится. Конечно. Нужно быть позитивным, позитивным, в первую очередь позитивным. Если все будут вот так вот рассуждать, это будет сплошной негатив. Конечно, и я вообще считаю, что чем больше ты вот в этом негативе варишься, тем больше ты к себе еще притянешь. Абсолютно. Да, меня, например, тоже, если честно, раздражает у нас во многих чатах, информация идет уже не какая-то полезная, нужная о работе, о продвижении, а конкретно идет один коронавирус. Все, кто гораст, выставляют какие-то видеоролики, какие-то пишут посты, кто-то что-то где-то сказал, все это передается. Я уже даже сегодня не выдержала, написала, что, ребят, ну а что превратили рабочий чат? Ну просто кроме коронавируса поговорить не о чем. Такое ощущение, что мы решили его к себе притянуть, и вот максимально мы о нем сейчас будем говорить. Других тем сейчас, других тем нет, да, каких-то положительных. Надо идти на положительные темы. Окей, коронавирус, мы сидим дома, мы его не видим. Окей, я вообще мало людей вижу, мне не с кем разговаривают. Я выехал два дня назад в магазин, там купил, что мне нужно было. Вот, я не вижу никого. Да, кстати, я подумал только, подумал, сколько миллионов раз коронавирус во всех социальных сетях уже прозвучал. Это ужасно. Это много. А на Ютьюбе какой-то информации нет. Надо закрыть Ютьюб, надо не смотреть это негативностью. Вот, и продолжать жить. Мы живем, ребята, мы живем. Продолжать жить. Надо быть оптимистами, оптимистами. Перестаньте, притягивайте себе вот этот коронавирус, да, это не так хорошо, это всем не нравится, что мы сидим дома. Ну, это просто преимущество, понимаешь? У людей бывает, не хватает времени ни на семью, ни на друзей, ни на близких. Люди работают по 24 часа в сутки. Появилась возможность поработать дома, побыть дома. У меня, например, Янки, да, вот дочки, она говорит, ну что, я работаю, работаю, мне даже больше нравится, не трачу время на дорогу. А пообедать можно с семьей в домашнем кругу. Это же здорово, когда такая возможность была. А работу, да, сидишь на телефоне, в интернете все равно работают все. Или на каком-то облаке, да, или в интернете, или какая-то у них общая CRM-система, ну, почти на всех предприятиях. Я вообще вчера поехала в студию живописи, меня подружка позвала, я поехала, думаю, а чего сидеть? Ну, я, конечно, работаю, да, я не унываю, я тоже, я на позитиве постоянно. Но я пошла вчера в студию живописи, нарисовала денежное дерево. Я проводила здесь марафон ВКонтакте, у меня больше так развита социальная сеть ВКонтакте. Я проводила 21-дневный марафон по прокачке финансовой мышцы. Вот нам вообще было глубоко фиолетово, где там какие коронавирусы. Мы тратили миллионы и миллиарды, понимаешь? Мы на таком позитиве были, мы на таком драйве были. Мы расписывали вот эти миллионы. У нас последняя сумма, которую мы тратили, 10,5 миллиардов рублей, но это много. И мы прямо продумывали, какие инвестиции мы будем вкладывать, какие проекты. И мне очень нравилось то, что у них настолько мозг был просто нацелен на всю планету, не на зацикле на себе. И Галочка спросит, спасибо. А был нацелен, вот просто проекты целые люди продумывали. И я вот на этой волне, что закончился вчера этот марафон, поеду, нарисовала денежное дерево. А я не думаю. Получила. Я увидела тебя. Молодец. Да, в городе абсолютно спокойно. То есть я вот, если честно, если я в этом не живу, в этом негативе, я его даже не увидела. Да, есть люди в масках. Да, их больше, чем всегда. Но они всегда были. То есть, да, последние годы в маске люди ходят. И это нормально, если, допустим, человек, онкология, да, и он после своих лечений, ему нужно просто эту маску. Или кто-то болеет, чтобы не заражать, да. Чисто вот такая своя собственная инициатива. То есть я вообще на это тоже не заморачиваюсь. У меня масса проектов в голове. Я вот сейчас в апреле хочу запустить, как раз над ним работаю. Мне наоборот хорошо, что я дома. Ну и плюс ещё, да, бизнес-то мы всё равно в интернете развиваем. Поэтому классно, надо просто действительно научиться видеть во всём, что происходит, позитивные моменты. Положительно, абсолютно, абсолютно. Мне вспомнилась анекдот, честно, я читал. Я извиняюсь. Четвёртый день карантина. Поговорил со своей женой. Оказалась умная женщина. Да, как интересно. А были 20 лет браки. Были 20 лет браки, да. Да, не разговаривали. Не знаю, что некогда. Бегать, 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 суета, свет. Да. Так что прекрасная возможность повоспитывать с семьёй. Повоспитывать с семьёй, да, увидеть детей. Да, может быть. Повоспитывать детей чуть побольше. Не школа там улица, да, а уже родителей повоспитывать детей. Ну, конечно, да. Ну, да, это правда. Скажи мне, а вы уже на карантине тоже? Или с понедельника у вас будет, вам дал президент? Ну, у нас понедельник, а карантин. Следующий, а что будет? Или с этого? Да, да, да. У нас тоже закрываются, я тут читала, даже суды переходят, да, на какую-то упрощённую работу будут рассматриваться, только какие-то неотложные дела. Ну, да. А всё остальное закрывается. А поликлиники, я, если честно, не знаю, будут работать или нет. Но поликлиники-то, может быть, и будут. Ну, даже если поликлинику не хочется пока никуда идти, в такие... Нет, ну, понятно, нет, конечно, конечно. У нас, знаешь, что ещё? На выходные, субботу, воскресенье, некоторые улицы закрываются. Просто, сколько-то определённое время, чтобы дать пешеходам, закрываются от машин, чтобы машины не ездили. Машины не ездили, чтобы пешеходы могли друг от друга на большем расстоянии ходить. Ну, вообще... Это именно участник или всегда было так? Нет, ну, у нас, конечно, всё опустело, и центр, и... А удивительно, Тайм-сквер пустой, когда обычно там вообще не подтолкнёшься в обычные дни. Манхэттен пустой. Ну, людей мало. Мало. Галина, жена моя, сказала, что у них и... Вот метро в три раза меньше нарастало людей. В три раза, да? Очень мало. На пароме совсем мало людей. Ну, люди не ходят, они всегда думают. Да, дома-дома. Правильно. Я сейчас не пропискалась, не сказала бы, что прям намного... Да, поменьше стало народу, но всё равно и заполненные вагоны... Не-не-не. Очень, очень... На каждой скамейке по одному человеку всё очень мало, да. Ну, видимо, у нас... Поэтому люди сознательные, да? Сознательные. Сознательные, да. Они слушают... Волосознательные у нас позитивные. Позитивные, да. Они слушают, что им говорят. Не ездите, иначе не ездите. Сиди дома, иначе сиди дома. Да, законопоставленные. Ну, сиди дома, иначе сиди дома. Вот у нас это самое... У нас такая небольшая тут улочка, там, где я живу. Вот я сколько сейчас с тобой не разговаривал, ни одна машина ещё не проехала. Я не говорю уже про людей. Немножко выйдешь, да, там машины ездят. Ну, кто-то куда. Кто едет там в аптеку, кто в магазин. Ну, что-то купить, может. А так тихо, необычно тихо, конечно. Необычно. Люди ходят, некоторые в масках, некоторые без масок. Хотя, кстати, что я не считаю, что маски не совсем помогают. Ну, они же действуют буквально там, на сколько, на час их хватит, на полтора, и всё. Да, да, а то и меньше. Нужно менять, да. И потом это... Тут нужно ещё перчатки тогда одевать, да, потому что любое соприкосновение ты потом задел где-то лицо, ещё что-то. Ну, да. Это интересно, что когда не нужно, ты не смотришь. А у тебя сейчас вот лицо задеваешь, и ты так, знаешь, как, просто случайно. А потом думаешь, да? Да. Да. Лигничка, да, что в течение минуты человек три раза в день задевается, а ты думаешь, ой, я же за лицо затронулся. Ну, ничего, всё в порядке, всё будет хорошо. Всё, ребят, надо жить на позитиве. Так невозможно. Мы пережили многое здесь, в Нью-Йорке, мы пережили и 11 сентября, когда был страх... Да, было очень страшно, конечно. Да, мы пережили, был этот ураган у нас был, Сэнди, когда тоже мы не работали, и был такой ужас. Переживём и это. Всё будет в порядке. Да, да, я тоже... Всё перестроится. Так что... Ну, как вы думаете, что это длиться ещё может? Какие-то у вас там даются прогнозы? Да никакие. Но пока на две недели нас выгнали, да? Домашнее заключение, как я говорю. Вот. Ну, а там, надеюсь, что... Ну, Трамп, вот, как я говорил, Трамп обещал открыть Америку к 12 апреля. Это, я говорил, наверное, католическая Пасха. Ну, вот, и он, наверное, хочет, чтобы люди как-то праздновали это с душой, а не так, сидя в доме, заперти. У вас внутренние рейсы тоже отменили? Внутренние рейсы из-за чего? Самолёты? По стране? Внутренние, да. Ну, сообщение, железнодорожное, авиасообщение. Вот ты знаешь, вот это я не очень... Мне кажется, что да. Мне кажется, что да. Я не касаюсь, скажем... Ну, вот это интересный вопрос. Я думаю, что отменить. Хотя, я знаю, что из Флориды люди прилетали. Ну, конечно, это большой удар по авиакомпаниям. Два-три человека, пять человек в самолёте. Ну, тем более, это не очень опасно, потому как они, скорее всего, далеко друг от друга сидят. Мест много. А поезда... Ну, поезда, я думаю, стоят. Ну, метро работает, да. Хотя на 25% сокрытили сейчас, потому что мало людей. Но метро работает у нас. Метро, паромы, и так далее. И я думаю, что... Ну, тут же много... Понимаешь так? Я вопрос этот как-то не влублялся в это. Но многие работают в других штатах и приезжают в Нью-Йорк на работу. Сейчас, конечно, это в основном бизнесмены могут быть. Это могут быть, которые работают на бирже. Вот такие люди. Ну, как раз, поскольку это всё закрыто, их, конечно, тоже нет. Но, возможно, какие-то поезда их ходят. Это надо узнавать. Какие-то поезда... То есть, есть поезда, которые ходят от штата к штату. То есть, допустим, из Нью-Джерси или Пенсильвании идут в Нью-Йорк. Потому что люди многие работают в Нью-Йорке. А вот ты чем дома занимаешься вообще? Вот на эти две недели какие-то планы есть? Что ты будешь дома делать? Да у меня много планов. Я даже не успеваю. Честно говоря, читаю. Что ты так делаешь за столько лет? Кто-то с них... Столько книг на интернете. Кто-то скинул. Я даже не помню. У нас есть американский чат, который называется Круизный клуб. Ну, мы назвали его Куринка. Мы там общаемся. Из разных штатов люди. Из Флориды, из Вашингтона, из Каролайны. Вот. И там столько... Мне 26 книг. У меня есть чем заняться. 26 книг на интернете мне скинули. Я начал одну. Одна заканчивая уже. Монах, который продал свой Феррари. Если читал. Единственная, да. На бумажке. Видите, вы читал. На бумажке. У нас бумага тяжелее, потому что я не знаю, где это... На Амазоне... Люблю книжки, когда они... Ну, тоже люблю, да. Там почерики что-то есть. Немножко сложнее такие книжки. Хотя есть большой книжный магазин, называется Санкт-Петербург, кстати. У нас... Да. Хотя в Украине есть Санкт-Петербург, в Америке же. Есть, да. Есть. Мы там были, да. Это во Флориде. Санкт-Петербург, да, есть. Мы там были. Кстати, очень красивый городочек. Маленький, аккуратный, очень чистый. Да. Так вот... Санкт-Петербург, приехал в Санкт-Петербург. Да. Вот. Секрет. Секрет. Ага. Ну, я читал давно до этого, но сейчас заканчиваю тоже. И там, и тут читаю, и тут читаю. Вот. Ну... Вы открыли свои онлайн, вот эти выставки, да, которые можно смотреть прямо онлайн, ходить в магазин. Есть, есть, есть. По музеям, по залу. По музеям, да, есть, есть, есть. Можно смотреть по музеям, да, есть, есть. Музеи в Журобе у нас тоже. Да, да. Прямо можно и Лувр посетить, и все, что хочешь. Любой музей. Ну, я думаю, что это раньше было тоже на YouTube. Можно было найти. Кликни на YouTube, и ты найдешь там Лувру. Ну, и там Литяковку или вот так. Так что это возможно. Наш митрополит, этот музей. Ну, у нас несколько, много музеев тоже. Вот. Ну, я, правда, не выходил, все как-то некогда. Ну, вот, занят чтением. Чтением очень хорошо, да. Чтением, занят чтением. Потом идут у нас в нашей компании вебинаров очень много. Вот. Вчера был отличный вебинар с Абеллом. Мне очень понравился. Да, вот такой прям. У него столько энергии. У него столько энергии, что ему белой завистью зависит. Ну, он же латиноамериканец. У них все вот так вот, знаешь. У них в крае, да. В крае, в крае, да. Поэтому так, он молодец. Вот. Ну, вот так и занимаюсь. Утром зарядка обязательно. Потому что надо сесть. Да, спортзалы закрыты. Вот. Ну, застаиваться нельзя. Надо что-то делать. Хорошо, что у меня есть машины кое-какие, велосипед там такой. Для пресса. Штанк. Ну, и опять же, можно задать, да, любую зарядку там для новичка, для уже такого продвинутого спортсмена. Все, что мы дадим на любую группу мышц. А, да. Может, да. Кстати, да. Это возможно. Так что, я не знаю. Пока, пока мне есть чем заниматься. Может быть, я не знаю. Не, навряд ли. Столько книг прочитать еще надо. Я не думаю, что мне хватит до конца карантина. До конца карантина мне хватит. Так что, ребята, занимайтесь самообразованием. Занимайтесь своим телом. Делайте. Полно вещей есть, что делать дома. Полно, да. Это я когда-то мечтал. Как бы не торопиться никуда посидеть, быть дома. Потому что выходные тоже как-то суета сует. Ну, наконец-то мечта сбылась. Как Остап Бендер говорит, глаз мечта рвет. Вот сидим. Сидим дома за ним. Ну, я время зря не теряю. Зря не теряю. Надеюсь, что все так. Я тоже надеюсь, что все так. Что все не унывают, а как раз нашли для себя время для чего-то, на что не хватало. Нет, ну, подожди. Эту же неделю вы еще работали в России? Ну, вот дочка у меня работала дома. Но она, я так понимаю, что она и следующая, она будет работать дома. У них не закроются совсем предприятия. Просто, что они все вот на удаленке, через интернет и все. Ну, насколько это, кто это может, насколько это возможно. Кстати, у нас это самое, бизнесы, которые связаны с таким пошивом чего-то. У нас же есть, тут много бизнесов, которые шьют одежду, платье, неважно. Они занялись изготовлением масок. О, как раз. Потому что их не хватает, аптеки пустые, масок нет. Пустые, да. Ну, я, правда, встречал, но я не знаю, я не носил. Ну, честно сказать. Ну, я тоже не одеваю. Я вчера тоже ездила без маски. Я верю, что все будет хорошо. Не, ну, я раньше с работы в машину, с машины домой особо ни с кем не прикасался. Поэтому так. То есть я не езжу общественным транспортом. Хотя маска много еще. Да. Ну, ничего. Ребята, кушайте имбирь, все будет в порядке. Да, да. Имбирь с ледом и левудом. Очень вкусно и полезно. Игречка, да. Да, да, да. Да, так что все будет хорошо. Мы победим эту гадость. Мы ее убьем. Абсолютно. Сто процентов, да. Сто процентов. Главное, действительно, быть на позитиве, не допускать никакой мысли такой, да. Это правда. Это правда. Давайте искать какие-то возможности, потому что я понимаю, что люди останутся многие без работы. И сейчас, да, просто, наверное, такое время, когда нужно переосмыслить что-то, пересмотреть, найти какие-то возможности для себя новые и в новом направлении, может быть, двинуться. Да, это правда. Все онлайн. Да. Да, все онлайн. Есть хорошие возможности. Может быть, мне не стоит это говорить сейчас. И Леночка, привет. Это наша нью-йоркская девочка. Ага. Здравствуйте, Лена. Здравствуйте, Леночка. Здравствуйте, Леночка. Так что, о чем мы остановились-то? На позитиве, как всегда. На позитиве. Мы правильно. Вот с этой волны не надо уходить. Вот с этой волны не надо уходить. Это наши, наши девочки. Но кое-какие сегодня работают, ну, посмотрим записи, я надеюсь. Ты нам скинешь на YouTube. Посмотрим. Нет, в любом случае, сутки еще будет прямой эфир, поэтому все, кто... Да, да. Все, кто смотрел, досмотрит. Досмотрит. Ясно. У вас ситуация... Ну, не знаю. Во всяком случае, вот как я говорил, значит, они вот сегодня я на новости слушал немножко из тысяч заболевших. Это критическая какая-то ситуация. Не очень хорошая. Но все будет хорошо. Так что не переживайте. Мы победим. Не переживайте. Мы победим. Как это говорилось раньше в Советском? Победа будет за нами. Да. Что-то такое. Ну, не помню уже. Хорошо. Ясно. Как погода? Ну, у нас весна такая для Питера, наверное, для марта нормальная. 8-10 градусов днем, где-то 5 градусов ночью. Ну, если честно, утро такое еще холодненькое. Днем уже, когда солнце светит, прям даже хорошо. Жары особо нет. Ну, прям так чувствуется в конец. Рановато деревья начали распускаться, да? Ну, деревьев нет. Практически почки еще кое-где появляются. Ну, конечно, цветочки появляются. Да. Не травы зеленые. Лена, приезжайте в Питер. Тем более, распускаться. Пожарайте. Приложаю вас гостей. Лично. Ну, вот так. Да, приезжайте. Хорошо. Смотри, а у нас солнышко, был дождик, сейчас солнышко. Очень тепло тоже. Ну, вот. Ну, хорошо. Чувствуется... Пахнет не вирусом, пахнет весной. Пахнет весной, да. Вот что мне тоже нравится. А не вирус. Возле окна, и я прямо слышу, как поют птицы. И это просто очень круто. Ну, ни о чем другом вообще не думаешь о плохом. Не надо думать о плохом. Всегда надо думать только о хорошем. Только о хорошем. Да, да, да. Поэтому очень даже замечательно все. И весна придет, и Пасха будет скоро, да, нам тот месяц через... Ну, у нас 19-го Пасха. 19-го, да. 19-го, да. Ну, у нас тоже, у нас же православных тоже много. Значит, будет католическая 12, значит, через неделю будет православная. Да. Так что я думаю, что к Пасхе вообще все должно уже прекратиться. А к Пасхе точно должно все закончиться. Да, 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 да. Вот. Поставлен дедлайн, когда все должно завершиться. Абсолютно, абсолютно. К Пасхе готовьтесь. Яйца красить. Да. А если еще яйца будут в магазинах, да, будет что красить. А, кстати, как у вас продовольство-то магазина? Ну, я возле дома, большущий гипермаркет, карусель, полки все полные. Не знаю, у кого-то, где там что сметают. Или они так хорошо, продавцы работают, что постоянно заполняют. Но я прихожу, полки полные. Ну, нормально все. Все есть. Все есть везде, все есть везде. Ленуся, скоро поедем в круизы, обязательно. Мы тут с нашей командой собираемся вместе. Ну, не наших, амин, люди, которые в Америке собираемся немножко. Куда собираемся? Покрасоваться на круизе. А? Куда собираетесь? Куда собираетесь? Не знаю, на Новый год вообще-то планируем. Может, ну, куда мы можем тут? Холодно их кругом. А на Карибы, в теплые места. Слушайте, я, может быть, с удовольствием поехала бы куда-нибудь на Новый год на Карибы. У меня уже столько круизных долларов собрано, что я могу уже три круиза взять. У меня тоже. У меня один из три. Мама донорила. Не получалось по семейным циклам. Ну, сейчас все получится. Багамы, Ленуся, давай поехали на Багаму. Лен, хочешь на Багаму? Багамы круто, да, Багамы тоже очень круто. Ну, в Европе там, по-моему, в Европе там. Следующая зима будет поклевнее. Да. Что интересно, в этой зиму даже снега не было. Вот тут странно, как у нас. У нас не бывает? У нас тоже почти не было. Почти не было. Вот. Поэтому как-то она прошла так бесснежная. Ну, ничего. У нас даже тот период, когда шли дожди такие, как осенью. Прямо вот дожди ливневые. Доминикану рассматривать. Доминикану, ну, я не знаю. Доминикану это можно только... В резорты поехать туда, в гостиницу. Ну, это уже неинтересно. Даже. Почему неинтересно? Это, кстати, пишет Илья, мой партнер в моей команде. А, да? Ну, просто хочется туда. Доминикану можно заехать в круизе тоже и уехать. Что там будет? Ну, я не знаю. Для нас... Ну, семь дней жить на одном месте, это как-то уже скучно. Правильно? А круиз, нету Доминикану? Есть, есть, я думаю. Кстати, интересный вопрос. Надо посмотреть. Я думаю... А ты знаешь, там, может быть, Порто и нет большого. Возможно, нет. Ну, Мексика. Они все одинаковые. Что Мексика, Доминикану, если у меня с одного места и с другой, и всплезают, что Мексика или Доминикану, я бы даже не знал, где это, каковую разницу. Они одинаковые. Все равно Латинская Америка. Вот другое дело, туда дальше, на юг, туда, туда, в Ругуай, там, Бразилия. А, он пишет, я именно круиз рассматриваю. Возможно. Хорошая идея. Надо посмотреть, если в Доминикану заходят. А есть там Ла Романо. Окей, Ла Романо. Есть, он пишет. Ну, классно. Илья, вот давай, забирали в Киманду, поехали. Зимой, да, вот в круиз из Доминикану или в Доминикану. Ларис, а вот единственное, что вот в Европе, если зимой греческий круиз, там тоже холодно уже или еще? Холодно? Ну, там же реса-то нет. Не знаю, ну, может быть, там градусов, не знаю, 10 будет зимой. Ну, в Греции. Да, ну, в Гречи. Да. Немножко хочется тепла. Теплее, чтобы было. Тогда за теплом надо куда-то поюжнее, конечно. Тогда Карибы. Тогда Карибы. 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 Я уже даже задумалась, рассматривала, думала, может быть, действительно, всю зиму на Кубу катить, там где-нибудь по региону тоже в какие-нибудь круизы походить. Я не знаю, ли там есть интересные круизы. Или у них есть вообще на Кубе какая-то круизная компания. В нашей компании были там, ходили туда корабли, лайнеры. Ну, сейчас я не знаю. Сейчас я не знаю. Было, да. Вот он пишет, я вел круиз с 4 по 11. Чтобы тепло было, да. Я тоже за то, чтобы было бы тепло. Есть разница куда, главное, чтобы тепло. Ну, правильно. Я тоже согласен. Надо, чтобы было тепло. Поэтому, конечно, на Кубу. Ну, надо узнать. Я не знаю, сейчас... Одно время было много на Кубу. Там, по-моему, не на много дней. Или 3, или 4 дня на Кубу из Майами были круизы. Да, сейчас не знаю. По-моему, там что-то изменилось. В Майами, во-первых, это далеко, да. Эту визу надо специально делать. Что попасть на Кубу, ну, наверное, да, не очень как бы так вот. Я-то думала просто на зиму туда, если лететь, тогда оттуда можно круизы там куда-то походить, именно по тому региону. Ну, может быть, да. Ну, это интересная мысль, конечно. Просто это надо узнать. Просто я уже не хочу жить на севере зимой. Я так, если честно, прям очень не люблю холод. Вот, хотя не было последние годы зимы холодных в Питере, но все равно вот это вот немножечко сырости. Хочется куда-то, где солнце, где тепло, где море, воздух морской. Скажи мне, на Кубу же вам визу не нужна, да? Нет. Ну, на месяц, месяц не нужна. Если ехать надольше на зиму, то нужна будет виза. Ну, да. Ну, или там выехать оттуда и опять заехать. Вот смотри, мы сбиваемся с темой коронавируса. Мы сбиваемся на что-то положительное, да? На что-то хорошее. Мы уже ушли, этот коронавирус. Ну, вы уже обговорили. Уже все поняли. Уже все, уже это, да. То есть мы уже, значит, коронавирус, тема это лучше, да? Это интереснее. Конечно. Уже там появится. Конечно. Вот столько, ну, коронавирус, чтобы было, но уйдет. Адаптировать. Конечно. Это будет понятно. Я тоже так считаю, что нужно думать о будущем, нужно смотреть на перспективу. И да, у меня тоже копится, у меня уже больше 5000, по-моему, круизных долларов. И я, наверное, прямо сразу себе смогу очень хороший какой-то круиз купить. Ну, у меня тоже. Ну, у меня уже и Гали есть, я не знаю, у нее, наверное, 4000, у меня 6000. У детей моих тоже, наверное, по 4000. Так что мы все... Тогда надо кругосветку, Олег. Надо купить кругосветку на 4 месяца. Может быть. Смотри, мы собирались, конечно, на Бермуды в июле. Всей семьей хотели снять три каюты с детьми, с внуками. Но, видишь, тут как-то пока что... Не знаю, может быть, может быть еще. Может быть. Да, давайте, да, давайте на декабрь, он январь осматривает разные варианты. Давайте. Можно задачиться просто поискать что-то, собрать компашку с разных, опять же, стран мира. Это замечательная идея, очень хорошо. Тем более, что у нас 5000 круизов, мы можем что-то выбрать. Есть из чего выбрать, это точно. На любой вкус и цвет, и страну, и все, что хочешь. Может, так говорится. Ну, видишь, как, конечно, лучше зимой, конечно, хочется потеплее что-то. На 100. Да, зимой хочется, где тепло. Да. Я вот, если честно, очень хочу жить так, где тепло. Я бы, наверное, на две недели всего уезжала куда-нибудь, не знаю, там, в Баварию, там, или в Австрию, да, или в Швейцарию, покаталась на лыжах и вернулась обратно в тепло. Тепло. Ну, это Куба или Флорида? Да, да, да. Флорида очень хорошо. У меня подружка живет в Сакраменто. Ага, отлично. Тоже ведь там тепло очень. Да, это Калифорния. Ты знаешь, в Калифорнии немножко мы были, в Лос-Анджелесе. Ну, там немножко океан холоднее, конечно, холоднее. Холоднее, да? Ну, мало кто купается. Мало. Ну, мы были осенью, да, осенью. Ну, более-менее тепло было, утром было прохладно, но так тепло было. Но океан холодный. Пляжи больше. А Майами? Ну, Майами, Майами все время, тут, там, купается круглогодично. Всегда тепло, да, круглогодично. Круглогодично, да. Ну, я уже не говорю, там, за Пуэрто-Рико или, да, вот, еще дальше, там, Доминиканская республика, там, этот самый. Кайманова страна, ну, разные все. Ну, все, мы переберем, переборем это и вперед. Да? Отдыхаем. Мы, конечно, еще докопим то, что нам нужно, и потом сразу же купим себе такой круиз, который мы хотим. Королевский. Да, да, да. Так что, как, у меня сегодня, моя супруга Галя написала, круиз все лечит. Опять мы сбылись, опять мы сбылись. Она говорит, она написала такой, голос она говорила, что когда ты идешь по трапу, ты только забрался на корабль, у тебя все боли проходят. Понимаешь? Не мою макизм, не голова, не шея, не спина, ничего не болит. Тебе море лечит, океан тебя лечит. Эмоции лечит, эмоции, да, уложит. Вообще, я считаю, что наш организм – это самонастраивающийся автомат, машина, да. Нам нужно просто запустить определенную вот эту вот волну, чтобы организм настроился, перенастроился, отлечил, залечил все эти больные клетки, если они есть, да, и выздоровел. Потому что мы можем от головы как заболеть, так от головы и поправиться. И, естественно, добрый, да, слава Богу, абсолютно здоровый, я считаю. И не чувствую себя таковой. Вот от негативных мыслей становится болезненно. Болезненно. Да, болезненно. От негативных. Надо позитивно все время, чтобы не было болезней. Да. Ну, хорошо, радуйся. Хорошо, наше. Спасибо, Алик, очень приятно общаться. Спасибо, что ты работаешь, да, мне говори, а мне тоже, мне тоже. Ну, мир на земле, победить нам этот гадость, эту коронавирус, да. Мир между народами, между городами. С какими странами ты еще будешь контактировать? Завтра у меня будет Польша. Послезавтра, скорее всего, Норвегия. Ага. Ну, я его не знаю лично, конечно, да. Ну, я буду с русскоязычными общаться, потому что даже если... Я, конечно, норвежский знаю, я, ну, как знала, так скажем, да, я какое-то время там побыла. Ну, я просто понимаю, что и я не сниму, а люди уж тем более. Поэтому будем русскоязычных приглашать. Ну, понятно. Смотри, у тебя шикарная идея вот с этого, с разными странами, как они живут в это непростое время, да, что они делают, как у них настроение, как у них, что у них вообще слышно в их городе, да. Это отлично очень. На YouTube будем смотреть. Да, я буду все, буду загружать на YouTube-канал. Да, у меня еще есть знакомые в Баварии, есть в Центральной Германии. Я тоже тех и других. Да, да, да. И у меня в Голландии, ну, я много где, во многих странах мира знакомых живу. Ну, давай всех, собирай всех. Всех собирай. Да, всех собирай. Всех собирай. Самое время всех собирать. Не говори, не говори, чтобы не было скучно никому. Чтобы были все положительные. А у нас в компании, по-моему, неположительных нет. Нет, у нас все позитивные. У нас все позитивные. Да. Ну, у нас, видишь, работа такая, быть на позитиве. Основная наша функция. Абсолютно. Ну, во-первых, круизы – это само по себе позитивная вещь. Правильно? Путешествие – это само по себе. Да. Само по себе. Да. И еще у нас там, я так понимаю, что скоро закончится, Дайфер. У нас еще и доходы-то в долларах, что тоже не может не радовать. Вы-то в Америке живете, у вас как бы валюта стабильная, а она сейчас рубль так просел, что ого-го-го. И, знаете, этот денег, да, стало прямо на, не знаю, на одну треть, наверное, точно меньше. Поэтому доходы в долларах тоже успокаивают. Знаешь, душу греют. Душу греют, что по-моему, я точно не просядет. Кто в России, там, в Украине, Беларуси зарабатывает в долларах, они ничего не потеряют. Ничего. Нет, абсолютно ничего не потеряют. Только выиграют, да. Абсолютно выиграют. Мы по-моему, что в долларах мы только выигрываем. Тот, что надо зарабатывать в долларах. И с нами, и с компанией. Да, надо, наоборот, сейчас зарабатывать больше, стараться больше, и это великолепная возможность. Любой кризис – это возможность. Любой кризис. А такой, как сейчас, да, это, ну, прямо очень большие возможности. Надо их просто использовать по максимуму, это правда. Все в интернете, все онлайн. Да, все онлайн, все онлайн. Я, между прочим, смотрю, тут у нас звезды некоторые, да, нашего российского телевидения. Они устраивают эфиры с бокалами вина, и просто болтают там на какие-то темы, да, с чашкой чая, с бокалом вина. Ну, что, классно, что все ушли в интернет, никто встречаться друг с другом не может. Значит, будем встречаться вот так в прямых эфирах совместных. А у нас, ну, вот я обычно смотрю, там, первый канал, смотри, что они делают. Они напишут, что мы хотим с вами общаться. Они скайп, на скайпе они прямо по телевизору показываются, с кем общаются, что, чем, допустим, человек занимается, та зарядку делает, тот еще что-то делает. Вот это они все показывают по телевизору, то, чем, ну, по скайпу они связываются. Тоже интересно, кто занимается вот на карантине, кто чем занимается. Вот, кто-то проводит тренировки боксом, вот, показывает, как боксировать, кто-то еще какие-то, какие-то вещи. Галя пишет, давайте я просто мечтаю о круизе. Ну, хорошо. А сколько времени? Сколько мы уже... У нас есть? Уже 50 минут, да, 50 минут мы уже общаемся. Ну, классно, здорово. Общаться всегда приятно. С умными людьми общаться всегда приятно. Спасибо, спасибо. Так же. Вот, ну, я не знаю, пишите, ребята, какие-то вопросы, может быть, есть. Комментируйте. И пока есть возможность, мы на них ответим. Мы на них ответим, да, потому что осталось у нас немножко времени. И пишите, да, в директ, если что-то там вам... Опять же, ребята, да, мои подписчики, я вот просто спрашиваю вас, с какой бы страной вы хотели, чтобы, да, мы вот имели такой же разговор, да, такую беседу, я обязательно найду знакомых в этой стране, которая вам интересна. Пишите в директ, пишите, говорите, задавайте свои предложения, будем их осуществлять. Да, короче, делаем мосты со всеми странами. С какими-то... Обязательно, обязательно. У нас сегодня будет мост Санкт-Петербург-Нью-Йорк, следующий мост будет Санкт-Петербург-Коль. Варшавый. Варшавый, Варшавый. Варшавый будет следующий мост. Ну все, всем пока, всем пока, было интересное общение. Ну, интересно, да, да. Я думаю, что надо будет как-нибудь нам повторить. Повторить. Может, на другую тему, да, но обязательно. Но пока у всех, видишь, у всех тема вот этой гадости. Ну, нужно будет пообщаться там. Я, конечно, я веду к чему. Когда положительные люди, они не могут долго о негативном говорить. Правильно? Мы не можем долго о чем-то, о вирусе. Еще о чем-то, о каких-то гадостных вещах, да? Мы переходим сразу на что-то приятное, более приятное, да? А ты помнишь, мы не хотели об этом говорить вообще? Ты говоришь, давай не будет. А круиза? А круиза? Да, давай пока вирус. Ну, не получается так. Не получается. Не получается. Ну, потому что это же наша жизнь. Понимаешь, что для меня это все, это моя жизнь, это мое хобби, это мои интересы. Я в этом живу. Это часть меня. Абсолютно. Это одинаково, ты со мной. Это точно то же самое. То же самое. Я не могу. Не были с прошлого года. Ну, ничего. Мы наверстаем. Ну, я тоже не была в круизе, потому что я ждала детей, что там, да, у меня дети поедут. И я вот, если честно, у нас круиз должен был быть вот на мае. На конец апреля даже. И я его, я не знаю, почему я его не взяла. Я выбирала. Мне один маршрут нравится, лайнер там не очень нравится. Где нравится лайнер, там маршрут не очень. Я в некоторых уже была в местах. И я долго выбирала. Мы три раза, наверное, подходили, выбирали. Все. Ну, давай бронировать. Что-то меня тормозило. Вот все время меня что-то тормозило. И у меня уже дочка спрашивает. Ну, мы вообще в круиз-то поедем или нет? Я говорю, Ян, поедем. Ну, вот что-то. Ну, давай еще подумаем. Давай еще подумаем. И вот в конечном итоге я реально понимаю, что, наверное, ну, не зря, наверное, у меня интуиция все-таки сработала, что не сейчас, чуть позже. Кстати, об интуиции, да. Вот у меня тоже была... Почему я влюбился в вашу работе, да. Наверное, интуиция или не некогда. У тебя так же, какая же история. Интуиция. Вот что я так и рассказываю. Да, я прав? Да, да. Ну, я в компанию-то пришла не потому, что интуиция, а потому что у меня хобби путешествовать, и я любила путешествовать, да. И когда мне предложили круизы, я увидела этот лайнер, а я никогда не была в круизах до этого. Вообще, я когда увидела вот эту роскошь, эти звездочные отели на воде, и поняла, за какие деньги смешные, можно вообще отдыхать на этих лайнерах, я сказала, конечно, я хочу. Ну, я просто хочу. Это как бы не отменяет то, что я езжу в другие страны, в другие города, в помимо круизов. Конечно, всё параллельно. Да, не надо быть там уж совсем, как многие говорят, ой, всё, ты себя там в одни круизы записала, больше нигде не будешь. Ну, почему? Я же зарабатываю. Почему я не могу путешествовать по миру? Могу. Точно так же. У нас с круизом в клубе. Ну, послушно, почему это стало. Не могу, чтобы ехать, да? Едьте на здоровье, куда хотите. Кто запрещает. Круизы, это всё прекрасное путешествие. Ну, и у меня когда-то смотрело, как ты, то и зря. Я что-то увидел в этом. Первое, какие-то какого. Я увидел, что почему нет. Я вижу, что я увидел, что это помогает людям. Что ты со звуком, Олег? И не только я так слышу. Я почему-то очень плохо тебя стала слышать. А люди, если нас вот смотрят, напишите, пожалуйста, всё хорошо. Или может, это только у меня так плохо слышно. Как будто бы ты вот где-то... Хорошо слышу? Можно что-то с интернетом, да. Пожалуйста, спасибо за это. Хорошо, что ты очень... Ну, хорошо, всё. Всем... Вам хорошего вечера, нам хорошего дня. Вам хорошего дня, у вас ещё день, у вас сейчас дня, до 20-20. Здоровья всем, берегите себя, себя, своих друзей, свою фамилию, семью. Семью, да, да, да. Свою семью. Оставайтесь здоровы. В это время всё будет хорошо. Всё будет хорошо. Я присоединяюсь к словам Олега, да. Берегите себя, любите себя, заботьтесь о себе, о близких, о своих. И всё будет хорошо. Всё. Счастья всем. Хорошего до вечера, дня, там, времени суток. Пока-пока. Всё, пока.